Уважаемые друзья, прежде чем перейти к самому ролику, большая просьба в комментариях под этим видео поставьте цифру до какой минуты или секунды вы досмотрели этот ролик. Заранее спасибо и подписывайтесь. Поехали! Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Как вы знаете, стартует матч отборочного этапа к чемпионату мира 2018 года в России. Обязательно посмотрим все пары играющих команд, турниры и таблицы на данный момент, а пока к сборной России. Как вы знаете, хозяйка будущего чемпионата сборной России проводит свои товарищеские матчи в список игр 2017 года, включая Кубок Конфедерации, на вашем экране. Так что запоминайте или сохраняйте этот ролик. Ближайший матч сборной России проведет в Краснодаре с Кот-де-Вуаром 24 марта в 19.00 по Москве. Сборная России и сборная Кот-де-Вуара встречались в своих историях один раз, в 2012 году сыграв ничью 1-1. Давайте посмотрим состав, который определил на товарищеские матчи Черчесов. А кого он не вызвал в состав сборной, смотрите подробности в ролике, ссылка будет вверху этого экрана. Итак, вратари Игорь Акинфеев, ЦСКА, Александр Беленов, Уфа, Станислав Крецюк, Краснодар. Краснодар защита Виктор Васин, ЦСКА, Джики Акутепов, Спартак, Федор Кудряшов, Ростов, Найштетер, Фенербахче, Андрей Семенов, Терек, Роман Шишкин, Краснодар. Полузащита Юрий Газинский, Краснодар, Глушаков, Зобнин, Камбаров, Исамедов из Спартака, Головин, Загой, Фернандес, ЦСКА, Александр Ерохин, Ростов, Жирков, Зенит, Миранчук, Локомотив и Магомед Аздоев из Терека. Нападающие Бухаров, Полос, Ростов, Дзюба, Зенит, Канунников, Рубин и Федор Смолов, Краснодар. Также стало известно, что из-за микротравмы сборная не поможет все-таки Дзюба. Также остается актуальным вопрос о капитане сборной. С большой вероятностью им может стать Игорь Акинфеев. Как вы знаете, Василий Березуцкий приостановил свои выступления за сборную. Подробнее также будет в ролике, подсказка появится вверху экрана. Сейчас именно тот случай, когда нужно перейти к рейтингу национальных сборных. Сборная Кот-де-Увара занимает в рейтинге 47-е место и 9-е своей конференции. Сборная России 60-е в FIFA и 31-е в UEFA. Также давайте вспомним последние матчи этих сборных. 15 ноября 2016 года сборная России провела свой матч против Румынии, сыграв 1-0, обыграв Румынию. А Кот-де-Увар последний свой матч провел 2 месяца назад против Марокко и уступил 1-0. Ну а если вы любитель ставок, давайте взглянем, какие предпочтения на этот матч у одной из авторитетных букметерских контор Европы. Предпочтение в этом матче отдается сборной России с коэффициентом 1-8. На победу Кот-де-Увара 4-75, на ничью предполагается 3-25. Как вы знаете, в эти дни отборочные матчи проходят и в Азии, и в других конференциях, но мы посмотрим европейский отбор. Итак, 24 марта стартует группа G. Здесь Италия встречается с Албанией, Лихтенштейн, Македония, Испания, Израиль. Лидер в этой группе Испания и Италия, которые делят первое и второе место. Группа D также играет 24 марта. Грузия, Сербия, Австрия, Молдова, Ирландия, Уэльс. Таблица этой группы также на вашем экране. В этот день также играет группа I. Центральным матчом этой группы будет Хорватия-Украина. Битва за первое место. Также играет Турция-Финляндия и Косово-Исландия. 25 марта играет группа H. Кипр-Эстония, Бельгия-Греция, Босния-Гибралтар. Как вы помните, в последнем туре этой группы Бельгия камня на камне не оставила от Эстонии. 8-1. Далее, группа B. Швейцария-Латвия, Андорра-Фареры, Португалия-Венгрия. Лидирует здесь Швейцария. 12 очков. Группа A также играет в этот день. Швеция-Беларусь, Болгария-Нидерланды, Люксембург-Франция. Франция-лидер, у которой 10 очков после 4 матчей. И 26 марта пройдут еще матчи в трех группах. Группа C. Азербайджан-Германия. Сан-Марина принимает Чехию. И Северная Ирландия сыграет с Норвегией. Здесь безоговорочный лидер со 100% набранными очками Германия. Группа E. Армения-Казахстан, Черногория-Польша и Румыния-Дания. Польша-лидер этой группы. И группа F. Англия-Литва, Мальта-Словакия, Шотландия-Словения. Англия набирает 10 очков в этой группе после 4 матчей и лидирует. Также рекомендую посмотреть ролик под названием ТОП-5 самых быстрых голов. Если этот ролик вам понравился, был полезен и интересен, ставьте под ним лайки, комментируйте, делитесь в социальных сетях и подписывайтесь на канал. Это абсолютно бесплатно.